Приветствую вас, дорогая Церковь, собранная во имя Господа нашего Иисуса Христа. Так хотелось бы сегодня, когда перед нами стоят символы и знаки, указывающие на нашего Спасителя Иисуса Христа, распятого на кресте, обратить наш мысленный взор на Голгофу. Текст Священного Писания, который сегодня будет представлен перед нами, записан в Галатах. Третья глава, в первом стихе мы читаем «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы распятый». Сегодня, перед тем, как мы будем участвовать в хлебопреломлении, так хотелось, чтобы перед нами был предначертан Иисус Христос, распятый, и чтоб наш взор устремлялся на Голгофу, на распятие. Я люблю использовать поэмы, то есть стихотворения, в своих проповедях. Сегодня стихотворение, которое было написано уже больше сорока лет назад и переложено в то же самое время на песню, я постараюсь петь. Джоанна попробует... Давайте выслушаем песнопение, которое, надеюсь, поможет нам. «Подойти к Голгофе». Голгофе Голгофе Иисус Христос Иисус Христос Голгофе Озарив мое сердце, Христос, Я устал от блужданий во тьме. Посмотри, я сегодня принес Сокрушенное сердце тебе. Подари мне звезду Рождества, Я ее до конца сберегу. О, внемли моя просьба чиста, Я солгать пред крестом не смогу. Назови меня сыном твоим, Хочешь блудным согласен на все, Но прими меня, Отче, прими В непорочное лоно твоем. Ни пусты, ни страда, ни слез. Под покровом Всевышней руки Станут радужной рассыпью слез, И в лазурь превратятся в пески. Силой крови Текущей с креста, Возроди меня к жизни иной, Видишь камнем бездушным я стал, Закрушив меня алой волной. Станут раем цветущим моим, Все страданьи, обиды, невзгоды, И услышишь мой радостный гим Под твоим голубым небосводом. Терни станут букетами роз, Слезы станут источником счастья, Не сойди в моей просьбе, Христос, С высоты твоего распятия. Сегодня в этом мире очень много вещей, Которые наш взор отвращают от голгофы, От распятия. Нам представляется очень много вещей, На которые мы можем посмотреть. Разговоров, в которых мы можем участвовать. Что-то, что нас отвлечет от голгоф и от распятия. Вы обратили внимание, что последние годы, Может быть десятилетия или больше, Нас бомбардируют постоянно какими-то видео, Какими-то плакатами, Отвлекают наш взор от того, что нужно, ценно, важно. А также, как написано, Сегодня Господь хочет, чтобы мы, Как и тогда Галатам, Павел, Увидели нашими глазами предначертанного Иисуса Христа, Как бы у нас распятого здесь сегодня. Многие хотят, чтобы мы обратили внимание на них, На людей, на товары, которые они предлагают, На те мысли, которым они делятся. И нам, христианам, как и многим другим, Приходится бороться с тем, чтобы не отвлекаться от лишнего, На лишнего, на то, что нам нет необходимости смотреть. И знаете, в этом мире очень много людей, Которые платят большие деньги для того, Чтобы научить тех, которые бы нас отвлекали от того, На то, что важного, ценное, вечное, На то, что временное и маловажное. Наверное, многие из вас часто слушают рекламу по телефону. Отвлекает нас, не правда ли? Очень сильно. Включишь YouTube, хочется посмотреть что-то полезное, И тут какие-то заставки постоянные, Картины выставляются, реклама. И на дорогах, и повсюду в магазинах, куда ни глянь, Все отвлекает нас. И потом думаешь, вау, неужели я действительно нуждаюсь в этом? Если только попустишь своим мыслям, Не пободрствуешь, находишь себя уже борющимся, Нужно ли мне это линию купить? А если еще хуже, покупаешь то, что не нужно. На то, что потрачено было это деньги в обмен на наше время, Время, которое мы могли бы потратить и провести с нашими семьями, Близкими и родными, детьми и женами, в служении, в общении. Мы эти средства берем и отдаем на то, что нам не нужно. И думаешь, почему это так случается? Да, есть люди, которые искусно могут убедить тебя в так, Что ты купишь и возьмешь то, что тебе не нужно. Они еще тебя убедят, что ты очень хорошо сделал, И я должен радоваться из-за того, что отдал свое ценное за ничтожное. Это то, что происходило и тогда в Галатах. Поэтому обращается к ним Павел, говорит, несмысленные Галаты, Кто прельстил вас? Прельстил – это слово, как будто бы чары. Вы замечали, что если только не пободрствуешь, Сразу же уходишь от того, что нужно, Находишь себя в том месте, в таком состоянии, Которое совсем не нужно. Кто прельстил вас? Что вы стали немысленные? Не разбираетесь, где истина, а где ложь, где правда, а где неправда. Сегодня Господь нас призывает к тому, Чтобы мы отвернули свой взор от мира И устремили свой взор на Христа, на кресте. И смотрели своими глазами внутреннего мира, Сердечными глазами. И увидели того, который на кресте. Вы знаете, уловки дьявола такие, Что рисуя мирские картины, Он представляет перед нами так необходимую вещь. И человек потом дезинформируется, Дезориентируется, увлекается бесполезным, Делает то, что ему приходится потом сожалеть. И в этот момент кажется, Что это идеальное решение проблемы. А если посмотреть со стороны Голгофы, Глазами которые сам Бог смотрит на эту вещь, Там может вообще не оказаться никакой проблемы. Человек часто позволяет миру одевать очки. Такие очки, которые искажают реальность. Реальность, которую видит Бог. Однажды враг души человеческой Уже прельстил первых людей, Адама и Еву. Он предложил им что-то особенное. И Адам и Ева устремили свой взгляд на ничтожный плод. Там ведь было сотни, тысячи других плодов. Но в этот момент им показалось так необходимое, Так соблазнительное, таким же ланом этот плод, Что они поменяли его на общение с Богом. И отвели свой взор от Бога на то, что не нужно. То, что потом загубило их жизнь. Отвернуло от жизнедателя. Как в Эдеме, так в Галатии, там, когда мы читаем о Галатах. И сегодня мы будем много читать из Галат. Если у вас есть Библия, откройте Галат. Мы будем читать все мест Писания, Которые укажут нам на креста Христова, Которые записаны в Галатах. Последние несколько недель, даже, может, пару месяцев, Мы изучали Галат. И сегодня хотелось бы подобщить нам то, Что в Галатах Павел пишет о кресте. Так вот, прельщенные Галаты Избрались смотреть на обрезание, Вместо того, чтобы смотреть на распятого Иисуса Христа. Они предпочтили смотреть на то, Как исполнять внешне закон, Вместо того, чтобы заглянуть внутрь себя И исполнить внутренний закон любви Божьей. Об этом говорит контекст исторический, Что, действительно, Галатам было очень тяжело в то время. Так получалось, что от них все отвернулись. Государство их считало, что они были неблагонадежные. Они не поклонялись императору, Они не служили тем официальной религии, которая была тогда. Их соседи, знакомые, друзья не могли их понять, Потому что Галаты, верующие, Уже не участвовали в бесплодных делах тьмы. Они не пировали, Они не находили себя в том месте, Где идолам поклонялись, Не вели себя распутно, Не участвовали в ритуалах и празднованиях того времени. Если бы только они сделали одно, Они бы приняли просто иудаизм, Обрезались, И тогда их бы уже оставили в покое власти. Потому что в то время иудеи пользовались специальным послаблением. Если это иудей, официально ты мог не поклоняться императору. И вот иудаистывающие, те люди, которые пытались христианство приобщить к иудаизму И сделать еще одной из ветки или такое отклонение в иудаизме. Вы знаете, они ни от кого не могли получить помощи только от Бога. Иудеи их не принимали, а иудействующие, Вот что делали, когда в Галатам 4 глава 17 стихе читаем, Ревнуют по вас не чисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. То есть та надежда на людей, которые вот-вот, может быть, нас оставят в покое И примут нас такими, как мы есть, только если мы обрежемся. И от этого будет нам легче. По крайней мере, переживем тяжелые времена. Это не срабатывает. Если бы только они могли принять. Но Павел призывает их. «Кто прелестил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Вопрос. Какой он ожидал ответ? Вот когда об этом спрашивал Павел. Если бы сегодня нам задали такой вопрос. Вы, живущие здесь, в Брайте, в Калифорниице, «Кто прелестил вас?» Отклониться, не смотреть на Иисуса Христа, а делать то, что вы считаете нужно, то, что вам поможет. И чтобы получить правильный ответ, я предлагаю, чтобы мы посмотрели и вспомнили на Голгофе, кто находился у креста. Кто смотрел? Кто лицезрел? Помните, кто там были? Там были женщины. Жены, которые следовали за Иисусом Христом. Там был Иоанн, любимый ученик у Иисуса Христа. Некоторые говорят, наверное, был Иосиф из Аримафея. По крайней мере, он участвовал потом. Или Никодим. Конечно же, там был сотник, который признал, что Иосиф был Сын Божий. И там были войны, которые распинали, и множество других людей, которые, как мы читаем, Луки, 23 глава, 48 стихе. «И весь народ потом, шедшийся на зрелище сие, видя происходящее, возвращался с себя, бия в грудь». Конечно же, Павел, задавая такой вопрос, хотел, чтобы его слушатели, те, которые отступили от истины, о том, что поклоняться Богу нужно в духе и в истине. И спасение по благодати, а не по делам закона. Он хотел, чтобы они раскаялись. И раскаяние или покаяние – это не бездействие. Это не то, когда мы просто сидим и ожидаем чего-то или кого-то, когда придет и что-то нам расскажет или поведет нас. Нет, это когда Дух Святой побуждает наше сердце, мы отвечаем нашим покаянием. Друзья, нет другого правильного ответа, кроме того, чтобы покаяться. Когда мы предстоим перед Крестом Христовым, когда мы поднимаемся на Голгофу, пусть Господь откроет наше сердце, и мы в раскаянии придем пред Его присутствием. Написано «Дух Святой, чтобы открыл сердце». Молитва Павла об этом была в Ефесянам, когда 1 глава, 18 стихе, мы читаем, что Павел молится. «И чтобы Отец просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его». Вот что нам нужно. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой очистил наши сердца. И мы отпустили нас взор, не смотрели на земное, и перевели его на небесное, на то, что Господь хочет, чтобы мы сегодня увиделись. Распятого Господа, Иисуса Христа. И потом подошли к престолу благодати, и этот стол сегодня пусть для нас будет тем местом, куда мы можем прийти. «Посему да приступаем с дерзновением», как евреям написано, 4 глава в 16 стихе. «К престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Приступая к столу хлебопреломления. Так хотелось, чтобы с дерзновением, очистившим наши сердца, мы могли протянуть руку и участвовать в воспоминании смерти и страдания нашего Господа. И именно об этом говорится семь раз в послании Галатам. Это небольшое послание, и там говорится семь раз. Оставшиеся минут десять или что-то, пятнадцать, мы будем обращать внимание на эти тексты Священного Писания. Первый раз, когда упоминается крест Христов, написано в первой главе Галатам, 4 и 5 стих. Если у вас есть ручки, сделайте даже себе пометки, потому что это те места, которые говорят нам о кресте Христовом в Галатах. Я читаю 4 стих. «Который отдал самого себя». То есть Иисус Христос, который отдал себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Мы спасены. И это спасение на кресте Галатах совершено было. Поэтому, когда мы взираем на крест Голгофы, мы вспоминаем спасение. Мы избавлены от настоящего лукавого века. Лукавый – это значит негодный, он изменчивый, мы не можем на него надеяться. Когда мы взираем на крест, происходит что-то удивительное. Влияние этого мира, оно отступает, а нам дается сила для того, чтобы продолжать действовать, как Господь Сам действует. И мы преображаемся все больше и больше в образ Христов. Это то, что написано во 2 Коринфян. 3 глава, 18 стих. «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот что происходит с нами. Мы видим наше спасение, и от этого изменяется наша жизнь. Взирая на крест, мы имеем в фокусе спасение Божье. Не наше спасение, не наши силы, не наше стремление даже. Мы принимаем крест Христов, как тот единственный Божий путь для спасения. И наш ответ на это, конечно же, благодарность. Это то, что говорится здесь. Ему слава во веки веков. Единственное, когда мы взираем на крест, что переполняет наше сердце, это благодарность Богу. Вопрос сегодня для каждого из нас. Как много и как часто, и как мы благодарим Бога? Индивидуально, может быть, каждый день. Сколько мы для этого уделяем время? С нашей семьей, с близкими. Или, может быть, когда собираемся вместе в собрание, мы часто можем собираться здесь. И в воскресенье несколько раз, и в четверг. Есть группы, малые группы. А как насчет того, как мы ведем дневник благодарности Господа, где мы вспоминаем все милости Господни, считаем их? В каком состоянии этот дневник у нас? А какие стихотворения или какие песнопения мы любим вспоминать и петь, которые бы благодарили Господа? Дорогие мои, пусть этот крест будет напоминанием нам о том, что спасение там, и наш ответ – благодарность Господу. Второй текст, который говорит нам, что крест изменяет жизнь христианина, написанная уже во 2 главе, то есть, извините, в 19 стихе по 21. Я сейчас прочитаю этот текст. Второй раз это уже напоминает Павел в Галатам. «С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Второй момент – это крест Христов изменяет нашу жизнь. наш опыт уже становится другим. Мы уже не живем для себя. Так бы, как я раньше жил, нет. Моя жизнь изменена, потому что я сораспялся Христу. Хотя мы остаемся во плоти, но живем-то мы уже не для плоти. Мы живем для Бога, будучи дивижимы Духом Святым. Если мы продолжаем думать, что оправдываемся законом, то, как дальше написано, «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Друзья, мы больше не ищем оправдания в законе. Мы ищем оправдания на кресте Христовом. И мы сораспинаемся Христу. Взирая на крест Христов, мы следуем Ему, чтобы сораспяться Христу. И живем так, как Он бы жил в нашей жизни, в тех местах, где мы живем, куда мы ходим, на наших работах, в наших домах. Пусть наша жизнь покажет, что смерть Иисуса Христа, она не бездейственна, но она сильна. Она действенна и в нашей жизни. Пусть это будет видно во всех наших проявлениях, в словах, делах, в отношениях. Как евреям написано, 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такого облака свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий наш грех, и с претерпением будем проходить предлежащее нам поприще». Когда мы взираем на крест, мы видим, что наша жизнь изменяется, потому что мы сораспинаемся Христу. Третий момент, крест, он находится в центре проповеди, и именно об этом говорится в Галатам, третья глава, мы уже прочитали. «О несмысленной Галаты, кто прельстил вас, не покорятся истинные, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос». Некоторые спрашивают, а как это может быть предначертан перед глазами Иисус Христос? Вот то слово, которое используется здесь, предначертан, обозначает или указывает на такие моменты в жизни Галат и того времени жителей, когда правители вывешивали большие объявления на каких-то людных местах, на рынках, и люди, проходя, могли читать. Это то же самое говорится, что и так предначертан был Иисус Христос. Павел брал время для того, чтобы идеально объяснить, ясно рассказать, доказать, объяснить, какое значение Креста Христова для жизни. Это не просто символ. Нет, в этом жизнь. Когда мы взираем на Иисуса Христа через Писание, читая, углубляясь, рассуждая над Ним, тогда мы все больше и больше становимся похожим на Креста, которого мы видим на Кресте. Да поможет нам Господь пребывать в Слове. А когда мы уже делимся Евангелией, очень важно, друзья, очень важно, чтобы мы представляли Иисуса Христа на Кресте. Не Иисуса Христа просто как Учителя или мудрого человека. Да, Он таким был, но Он больше, чем это. На Кресте совершилось то, что Бог стал человеком, воплотившись. Сын Божий отдал самого Себя за нас. И в этом спасение. Он открыл нам путь. Он не просто указал на путь. Он сам стал путем нашего возвращения к Богу, как тогда в Едеме мы потеряли эту возможность общаться. Во Христе мы имеем общение. И как это совершается, когда мы устремляем на взор на Крест. Четвертый раз используется этот момент в этой же третьей главе, уже в 10-14 стихах. Крест знаменует заместительную жертву. И об этом в 13 стихе я прочитаю. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всякий, вещащий на древе». Взирая на Крест Христов, мы осознаем, что я и ты, мой дорогой друг, все мы должны были висеть на этом Кресте. «Но благодаря тому, что Иисус Христос умер за нас, мы теперь можем жить. Смерть, которую мы заслужили, Он взял на себя. То поругание, поношение и проклятие, которому мы должны были быть преданы, на Него было возложено. А что теперь мы? Мы можем жить. Мы можем действовать. Осознаем ли мы, кто мы есть? Мы благословены». Об этом в 14 стихе написано. «Проклят всякий, висящий на древе, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного духа». Друзья, дорогие, мы теперь сыновья и дети Божьи. Благодаря тому, что Крест Христов открыл нам доступ к Отцу Небесному. И то благословение, которое от Авраама переходило на Исаака и Иакова, оно становится нашим. В то время, когда Авраам принес Исаака в жертву, хотя Бог не допустил ему совершить это жертвоприношение, но в этот момент он отдал своего сына. То есть друг Божий, как написано, Авраам, отдал своего сына Богу для того, чтобы он стал уже установлен самим Богом. И это благословение, оно написано здесь, благословение через Христа Иисуса распространяется и для нас. Вопрос, как мы живем на этой земле? Как жители все остальные? По этим правилам и законам? Или как дети Божьи? Граждане неба? По правилам Божьего Царства? Пятый момент. Крест Христов продолжает и поддерживает нас в гонениях. Мы не ослабеваем. Пятая голова в 11 стихе так написано. «За что же гонят меня братья? Если я теперь проповедую обрезание, тогда с облазом креста прекратился бы». Гонение – это то, что сопровождает христиан. И в 6 главе 12 стихе также об этом говорит Павел. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов». Друзья мои, давайте будем помнить всегда. Призванным Богом все содействует ко благу, даже если нам приходится проходить через гонения. Взирая на крест, мы понимаем, что мы будем гонимы. Иисус Христос сказал, «Гнали меня, будут гнать и вас». Мы понимаем, что будут те, которые стараются хвалиться. Да? Те, которые не хотят, может быть, смирять себя и смирение проходить гонения своими достижениями, как здесь написано, желающие хвалиться по плоти, они хотят, может быть, избавиться от гонения, показать и доказать другим, что они не хуже и, может, и лучше. А готовы ли мы не хвалиться своими достижениями? Готовы ли мы не избегать гонений за крест? Как это делал Христос? Ему-то было чем похвалиться, он много мог чего показать, он мог показать и на себя, но это он не сделал, он показывал только на Бога, и он совершал воли Божьи, и дела только Божьи, не свои. Пусть крест Христов укажет нам на то, что даже в гонениях у нас есть сила. Шестой момент. Крест утверждает нас в святой жизни и в святости. Пятая глава, 24 стихе написано, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Друзья, взирая на крест Христов, мы живем жизнью ежедневного умирания нас, нашей плоти на кресте. Помимо того, что с нами происходит, мы должны понимать, что мы должны умирать каждый день. Я помню, один преподаватель в семинаре говорил, как это он понимает, как он применяет свои жизни. Каждый день, просыпаясь, он говорит так, «Я говорю такие слова, а, плоть, ты все еще здесь?» То есть он не игнорирует, он понимает влияние плоти, каждый день на него может оказывать. «Я не сказал бы, чтобы я слишком рад тебя видеть, но я рад знать того, что в жизни моей есть тот, который победил плоть». И он говорит, что я провожу время общения с Богом, с Господом, вспоминая о кресте, на котором пригвождена его плоть. И после того, как провел время общения с Богом, я начинаю планировать свой день. И обратно, планирую не с плотью, чтобы провести день, но планирую с Иисусом Христом. И потом, когда одеваюсь, когда готовлюсь, чтобы выйти на работу или по делам, снимая с себя одежду, я одеваю новую и говорю, «Господи, я оставляю плоть свою с ее желаниями, и облекаюсь во Христа, чтобы через Христа во Христе по духу жить, уже не по плоти». Друзья, христиане призваны распинать плод со всеми страстями. И к этому любые методы хороши. Находите слова молитвы, находите какие-то понимания для того, чтобы остаться верным Господу и в святости продолжать жить. И последний момент, последний раз Павел в Галатах пишет о кресте в 6 главе 14 стихе. «Крест Христов, он вселяет радость». А я не желаю хвалиться, разве только крестом Христова, крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Взирая на крест, христиане гордятся крестом Христовым. Не своим Христом, друзья, нет. Крестом, там, где был распят за них Иисус Христос, там, где они распяты для земных дел, для этого мира. Люди этого мира смотрят на нас. Я думаю, видят ли они нас радующимися? А если видят радующимися, в чем мы радуемся? Почему мы радуемся? Потому что у нас есть, но нам не нужно сравниваться с этим миром. Мир дает для своих намного больше, чем нам. Да, Бог дает также благословения, даже материальные, своим детям. Но это не для того, чтобы хвалиться, а для того, чтобы использовать, для славы Божьей и для того, чтобы прославился Господь. Будем внимательны. Как написано в этой пятой главе, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем по духу, духом, то по духу поступать должны. Не будем тщеславиться. Это то, что мы часто делаем, друзья, посылая друг другу фотографии или, может быть, какие-то постеры. Мы смущаем других. Дальше написано, не будем тщеславиться друг друга, раздражать. Мы можем раздражать, даже отвлекать внимание от Христа, Христова тем, что, как мы подставляем себя, радуемся во плоти, но не во Христе. И дальше написано, друг другу завидовать. Дай Бог, чтобы мы не были поводом для зависти. Радовались, да, пусть видят все, наши знакомые, друзья на работе, дома, что мы радуемся, но эта радость совершенно от Христа, не от людей. И весь мир, пусть даже не поймет ее, только Господь знает. И эта радость исходит от Креста Христова. Есть красота, есть прелесть, есть слава в распятии. Будем устремлять свой взор туда. Крест указывает на спасение, изменяет нашу жизнь. Крест становится в центре нашей проповеди и слов наших. Крест знаменует заместительную жертву, уже не я живу, но живет Христос. Крест Христа поддерживает нас в гонениях, укрепляет нас следованием за Господа. Крест утверждает в святой жизни, в святости. И, конечно же, Крест Христов дает радость. Важно осознать, что мы смотрим. Чему мы уделяем много внимания, что перед нашими глазами, чему мы позволяем наших глазах смотреть в большинство. То, чему мы будем позволять смотреть, то, что будет перед нами, то будет нас изменять в образ или этого мира, или в образ Божий. Этот мир предлагает нам смотреть на многие вещи. Описание устремляет свой взор к Иисусу. На что ты смотришь? Чему ты посвящаешь время? Дай Бог, чтобы мы сегодня, сейчас устремили наш взор на Иисуса Христа и стали еще больше подобны Ему. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Продолжение следует...